привет всем всем привет здравствуйте 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 как и обещала сегодня в 2 я с вами здравствуйте привет привет эрик наташенька next hold is я вас целую передаю привет так хочу к вам в такой вы красоте сейчас вообще надеюсь в скором времени получится мне к вам как-то добраться обязательно обязательно это сделаю ну и в свою очередь если вы будете в киеве или же в москве я всегда готова составить вам компанию и гулять сколько вам лет мне 33 года привет привет любовь любовь и так уже вот мне какие-то присылают запросы привет из уфы привет из томска уфа томск привет как дела все хорошо сегодня собираюсь я на съемочную площадку чуть попозже но часик полтора у нас с вами есть чтобы пообщаться поговорить вчера озвучила тему нашего эфира потому что огромное количество женечка привет было сообщение в директ по поводу отношений вот поэтому задавайте будем общаться будем говорить попытаюсь что-то рассказать может быть из личного опыта или может быть просто подискусируем с вами обсудим как бывает привет привет вы волшебная спасибо привет покажи котенка слушайте но они пока спят как только они придут ко мне сюда я их выхвачу и они сами поздороваться привет из сибири здравствуйте привет из казани будет ли продолжение сериала кухня к сожалению нет я думаю что это уже не актуально мне кажется что все самое хорошее уже произошло и простили ли предательство вот первый вопрос смотрите вопрос на самом деле и просто я хочу сразу сказать что я не психолог я не не сильно как бы люблю давать какие-либо советы и скажем так быть какой-то голословной категоричной я считаю что в жизни бывает все и очень часто по крайней мере у меня были в жизни такие ситуации когда я говорила со мной этого никогда не случится и меня это не коснется и проходить прям проходила буквально совершенно маленький какой-то перепри промежуток времени и оказывалась такой ситуации и поэтому я стараюсь быть катюша привет привет я стараюсь быть не радикальных взглядов потому что каждая история она уникальна каждая история она индивидуальна в своей жизни я не простила предательство как потом ну проработав все какие-то свои внутренние моменты я понимаю что но многих бытует мнение что через предательство проходят многие пары да и особенно говорят что если вы много-много лет живете вместе наступает какой-то период там холода когда ты не понимаешь где эта привычка где эта любовь на вот и случается предательство и здесь уже вопрос к человеку насколько он готов с этим жить и я считаю что здесь только есть два пути вы либо прощайте это человеку но в этот же момент вы себе говорите что больше никогда ни при какой ссоре ни при каких обстоятельствах ты не будешь этому человеку этим потыкать ты не будешь этому человеку это вспоминать и это не будет твоими козырными картами когда будет какая-то ссора и ты будешь ему пулять эту фразу о том что ты знаешь а ты вот поступил так то или ты поступила так так но это катастрофически сложно мне кажется потому что простить измену за какой-то короткий период времени наверное это сложно я не простила и я считаю что я поступила правильно и как потом показал опыт я проанализировав это поняла что если бы я к тому моменту этого человека любила возможно я бы это простила но тогда в моей вселенной в моей жизни в моем внутреннем храме это никак не не связано было с тем чтобы с этим человеком падали дальше по жизни идти поэтому я не простила как моя жизнь сложится в дальнейшем если снова я окажусь такой ситуации возможно я поступлю иначе но все нужно делать через внутренние какие-то моменты если ты безумно любишь этого человека если тебе с ним хорошо если ты дорожишь этим временем и человек так поступил возможно нужно найти в себе какие-то силы это пережить и по жизни с этим человеком идти дальше яшу яшу в студию яшу не сюда сейчас придет вот он видите там плату ну сейчас у любит его сейчас умаститься здесь и будет слушать наш прямой эфир вот поэтому что касательно касается предательства это все очень тоже индивидуально так сердечки сердечки здравствуйте сохранить эфир сохраню эфир я прекрасно понимаю что сейчас такая погода на улице что сидеть дома просто ну это странно вот я на самом деле думала сделать прямой эфир на улице но у меня здесь просто дорога и я понимала что было бы очень шумно хотя мне потрясающая лавочка возле дома я могла бы сесть напротив солнышка с листвой с вами поговорить катюша сейчас секундочку катюша когда появится первое когда появились первые отношения вы знаете я очень в этом вопросе очень поздний ребенок потому что не то чтобы мне как-то это мама запрещала или папа но меня просто с детства всегда сдавали как в какие-то секции я всегда была из занятой человек занятым человеком у меня была была школа после школы у меня был хор потом какие-то очумелые ручки спорт еще чего-то поэтому в момент когда за мной стали уже ухаживать молодые люди мне просто напросто на это не не хватало времени и не было никакого желания поэтому в какой-то период жизни наверное я даже подумала о том что мне не дано это чувство что я не могу любить потому что как правило я кем-то увлекалась но это длилось там пять-шесть дней неделя максимум две и дальше я понимала что да какой то он не интересный не особо мне нравится вот и очень долгое время я как бы ну не то чтобы переживала но я очень много про это говорила с мамой и мама гордо успокойся все хорошо ты полюбишь все будет в порядке и поэтому влюбилась я так серьезно впервые наверное в 18 лет это было первое большое чувство и как раз это было прям действительно когда я этого не ждала и мне в принципе эти отношения были не нужны потому что я училась театральном университете очень сильно хотела туда поступить и я там пропадала с утра до вечера и тут как-то вот у меня случился роман как бы любовь первые отношения которые длились достаточно долго вот поэтому вот 18 18 19 лет так дальше что у нас смотрите ледникова вперед я знаю конечно же не получается все смотреть но если вы зато спрашиваете за женю пронина безусловно я за него болею но честно признаться я не сомневалась его успехах потому что он потрясающе катается на коньках а это как мы понимаем очень важно и он в принципе человек спортивный и умеющий как бы до обращаться со всеми разными видами спорта он любознательный человек поэтому я посмотрела первое выступление мне очень понравилось 2 к сожалению еще пока не видела но в любом случае я за него болею и искренне желаю ему победы так очень красивая спасибо огромного крутая покажи вид с окна да ну давайте сейчас покажу вам вид из окна моего вот такой вот у меня вид из окна красота кому красота как у кого-то более красивый вид у меня такой я довольна так вы актрисы да и актриса привет красавица какой у вас любимый цвет бежий я люблю бежевый видите у меня вот даже сегодня шоколадного цвета темный шоколад я люблю черный люблю одесса ждет тебя в гости катюша вы чудо одесса огромный привет очень вас люблю скучаю безумно хочу барабулечку тюлечку хочу на привоз хочу повстречаться с ребятами акте артистами с кем я работала в сериале анкас молдаванки очень очень люблю и скучаю вы овечка овечка где вы родились я родилась в киеве вы никогда нельзя прощать практика показывает что этим пользуются да вот роман семенчук 3 говорит что измену прощать нельзя потому что человек начнет этим пользоваться тоже вариант это же версия я с вами совершенно согласна просто давать какой-то прям конкретный ответ на эту на эту историю да на этот пункт невозможно потому что я все равно в душе верю что когда человек например может оступиться и у него случается да какое-то там помутнение да и там какие-то страшные вещи возможно у человека про их происходит некая переоценка ценностей и он понимает что там он был неправ и впредь себе такие вещи не позволяет да но есть и обратная сторона медали если женщина достаточно быстро прощает эту всю историю и даже как-то дает понять что не то чтобы это было хорошо и это было правильно просто достаточно быстро это все не протекает про прощение действительно наверное соблазн какой-то и момент понимание того что я могу сделать это еще раз конечно же срабатывает и это ужасно катюша как на личном фронте на данный момент очень интересно на личном фронте слушайте ну все плюс-минус нормально хорошо но у меня всегда все такое интересное в жизни происходит качели так сказать но я не могу сказать что я как-то по этому поводу сильно переживаю какие у вас любая любимая страна для путешествий вы знаете вот сейчас когда этой возможности нету начинаешь просто понимать и действительно по достоинству оценивать те места куда ты искренне хочешь приехать и раньше там например если там выбирали какой-то маршрут с подругами у нас там было ну вот это там вот это вот это вот это а сейчас ты понимаешь что ой вот я хочу например там в париж потому что и вот у меня так я очень хочу в амстердам потому что мне безумно то нравится я уже знаю куда я хочу пойти там до велосипед ярмарка музей там и конечно же мне всегда хочется возвращаться в париж потому что там совершенно удивительная атмосфера и особенно приятно когда ты в этой в этом городе бывало раньше ты же постоянно для себя что-то новое открываешь и у меня всегда есть такое ощущение того что я как будто не добыла там не дожила там пару-тройку дней вот и ты себе в принципе плюс-минус составляешь какую-то программу там куда ты ходишь куда ты там смотришь что но не всегда получается эту программу выполнить и каждый раз когда ты в аэропорту уже едешь у меня всегда стандартная история откуда бы я не возвращалась я всегда самолете плачу плачу потому что думаю вот снова сейчас на работу ну как бы нет не в том плане что я прям сильно огорчаюсь но я просто если могла бы я бы путешествовала бы постоянно то есть для меня например даже момент того что мне могут сейчас позвонить сказать катюш на полгода летим в польшу или венгрию я не знаю там на съемки я собралась и полетела то есть для меня вообще в принципе менять место расположения очень я люблю это дело и скажем так мне в этом комфортно так когда вы впервые поцеловались впервые поцеловал нет ну как бы какой поцелуй не знаю впервые поцеловалась я такой вопрос кстати а ну в турции с аниматором стандартная история да ну то есть где-то мне было наверное 15 что ли 14 15 лет наверное да блин так вы сейчас мне окунаете в прошлую жизнь ну да стандартная история мы с сомнителями ездили в турцию в какой-то клуб да и там конечно же были аниматоры которые мне нравились естественно вот и был там некий дима из барнаула в которого я была дико влюблена потому что он был потлатый темненький загоревший а вот и да у нас с ним случился поцелуй но это такое прям когда до бабочек в животе какая у вас любимая пицца пиццу обожаю но поскольку не мясо в основном моя самая любимая с грибами с трюфельным маслом с горгонзолой 4 сыра очень люблю предательство это измена ну а как вы считаете нет ну слушайте опять же тоже что для вас предательство например для кого-то предательство если вы там ваш молодой человек например там переписывается сотрудник и по работе да то есть не не некоторые люди могут вас некоторые женщины могут воспринимать тоже как измену для кого-то измена это например если не знаю там образно говоря вы там договорились предательство опять же предательство если вы например договорились идти в театр а он в последний момент сказал слушай родная ко мне тут приехал одноклассники с барнаула или там из тулы блин хотим встретиться попить пиво в бане блин отпусти и в общем она говорит например там типа нет я тебе не разрешаю типа сиди дома со мной и пошли в театр а он будет блин я хочу и вот он идет в итоге с друзьями да то есть как бы многие расценивают что это тоже как предательство вот поэтому как бы тут уж как а мы заходит я например ну предательство расцениваю как конечно же измену для меня измена это и есть предательство вот ну конечно же мне очень неприятно например было бы если бы наверное мой мужчина находясь со мной в отношениях говорил гадости за моей спиной или же позволял бы себе там например образно говоря там что сейчас приходит на ум переписываться с другой женщиной даже если бы у нее с невозможно не было какой-то близости а но и говорил бы ей что представляешь вот ты такая ты меня так хорошо любишь а вот она такая плохая она такая примитивная например или я уже не люблю вот если бы я это прочитала для меня это предательство и скорее всего наверное я бы тоже развернулась бы ушла потому что зачем мне нужен как бы человек который обо мне говорит такие вещи как собственно например я очень раньше позволяла себе молодых людей ну оскорблять оскорблять имеется ввиду не унижать а говорить какие-то не очень ну короче как сказать просто подбираю слова общем я на них кричала я могла называть их там мудаками еще как-то еще как-то я не без греха я тоже человек эмоциональный и потом в какой-то момент я прочитала очень интересную статью где было очень четко и доступно написано что когда ты своего мужчину называешь идиотом мудаком придурком ублюдком не знаю ты автоматически являешься этим человеком потому что по сути ты с этим человеком вместе и если он является образно говоря мудаком значит и вы являетесь мудаком мудачкой вот и это очень правильное понимание слова и трактовка всего этого потому что пока вы рядом с человеком человека нужно уважать и если пропадает уважение это очень плохо и это очень плохо если вы позволяете там или ваш мужчина позволяет его оскорблять такими словами я не без греха я раньше могла себе это позволить сейчас я стараюсь скажем так не говорить гадости именно гадости таких оскорбительных слов я стараюсь как-то себя сдерживать хотя не всегда у меня получается по эмоциональному фону грубо говоря то есть я очень человек эмоциональный иногда я могу там сказать что-то очень так голкая но не с каким-то очень оскорбительным словом надеюсь я правильно вы мне понимаете что я говорю так привет из санкт-петербурга она кое сейчас как это привет из санкт-петербурга когда вы впервые поцеловались я ответила когда планируете стать мамой слушайте ну вот а кстати мне там одна девушка значит написала в директ о том что катюш у меня такая ситуация мне 30 лет и мне не было никогда отношения ужасно ли это стыдно ли это и вообще многие мне там говорят о том что мне там 30 лет и я должна там рожать детей и там выходить замуж меня всячески пытаются как бы этим давить так вот я для себя приняла такую я кстати про это говорила в журнале караван истории когда мне я когда я брала когда мне брали интервью я реально считаю что люди которые позволяют себе задавать подобного рода вопросы это глубоко не воспитанные примитивные люди для меня опять же можете обижаться можно не обижаться я как бы мне все равно потому что это абсолютно частная территория каждого человека вот и все то есть я не обязана вам рассказывать когда я собираюсь иметь ребенка когда я собираюсь выйти замуж если я посчитаю нужным ответить на этот вопрос поделиться с публикой поделиться со своими подписчиками поделиться не знаю там с обществом я непременно обязательно это сделаю но я не обязана это делать у меня нету какого-то контракта у меня нету какого-то не знаю там книги где я должна взять как ребят вот 21 октября такого-то числа ждите я вот иду в загс расписываться образно говоря поэтому раньше я как и вы обижалась мне это было неприятно как будто меня раздевали грубо говоря то есть как бы заходили на мою территорию потом я поняла что как не все такие воспитанные и толерантные люди как ты есть люди которым нужно обязательно вставить свои пять копеек они почему-то считают что у них это спрашивают то есть как будто это информация крайне необходима поэтому я стараюсь на это не реагировать и если мне такие вопросы задают не то чтобы я ухожу в бан там да или блокирую человека я просто делаю выводы понятно очередной невоспитанный человек который позволяет себе заходить за ту грань за которую заходить не стоит вот так какой этаж ну спасибо я сейчас вам расскажу так это я я еду роман ну давай вы моя любимая актриса и дужи импу ну это я клюдына и ваш стиль дужи дяку мне дужи приемлю но привет из тамбова вы приели смотрю ваши фильмы тамбов привет привет из николаева николаев привет мама говорила мне что в мире существует красивые женщины но молчала о том что они могут быть такими прекрасными боже мой приятно как спасибо огромное вам вы снимались сейчас привет вам из великобритании ничего себе анастасия великобританию обожаю вам тоже большой привет какие планы на сегодня друзья пока что я с вами через какой-то период времени меня там заберут на съемочную площадку я сегодня снимаю сериале крюк вот поэтому мне просто сегодня повезло я во второй половине дня снимаюсь поэтому я успела и выспаться и как бы тут похозяйничать дома и конечно же пользуюсь моментом всегда стараюсь с вами пообщаться тем более я знаю что вам нравятся прямые эфиры вот поэтому так 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 катя у тебя все будет хорошо спасибо большое ты живешь сейчас где я в москве сейчас как вам работала с антоном батаре вам жду продолжение кто ты прекрасно работалось мы постоянно хохотали смеялись мы как-то с ним с первого съемочного день сошлись и у нас как бы такой острый язык циничный юмор и даже помнится как мы с ним снимали разные смешные видео и там пародии на песни разные поэтому с антоном не работалось хорошо сохранил эфир обязательно hello 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 все зависит от ситуации но если сделал один раздел это второй ну вот да собственно про измену предательства люди продолжают отвечать я повторюсь что не хочу быть голословной потому что абсолютно каждая история индивидуальная понимаете как бы ее просто нужно смотреть под разным углом точно так же как например мужчина и женщина ссориться да у них там общие друзья есть и если посадить мужчину мужчины рассказывать расскажет эту историю как бы со своей не то чтобы колокольни но как бы со своим мнением да и со своим приоритетом внутренним а если будет сидеть девушка рядом эту же историю рассказывать она конечно же будет рассказывать ее по-другому и здесь все очень неоднозначно поэтому тут надо стараться никому никаких советов не давать а просто выступать в роли не жилетки а просто человека который выслушает а решать конечно каждый должен сам потому что все должно идти от сердца был такой период жизни когда не было поклонников и мужчины рядом как не начать копаться в себе отпустить ситуацию слушайте но вы знаете вот конечно многие мне пишут что вот наверное за вами такое количество мужчин ухаживать и так далее но я вам честно говорю нету такого чтобы кто-то меня донимал нету такого чтобы кто-то мне там постоянно проявлял какое-то внимание ну правда потому что видимо когда я когда я в отношениях естественно никто не может до меня там забрать вывести или еще что-то поэтому я достаточно закрытая хотя те люди кто со мной общаются иногда думать что моя открытость и кокетство которое природное до харизматичное такое как многие говорят она воспринимается как такую доступность до что я могу как бы с человеком там чуть ли не после съемок пойти покрутить по пару про санов да но все это очень резко пресекается потому что это все только на период там съемочного периода или на период то образно говоря там нашего пребывания вместе на площадке или еще где-то ну за исключением если мне конечно кто-то понравился вот поэтому по поводу того что очень долго нету никаких мужчин рядом слушайте я ну никогда из-за этого не переживала потому что я в принципе считаю что когда ты расходишься с мужчиной переходить сразу же резко в другие отношения это не совсем правильно с точки зрения внутреннего внутренности потому что все равно у каждого человека должна быть внутренняя проработка почему со мной это получилось случилось почему мы разошлись как я вел себя что я сделал правильно нельзя в одностороннем порядке всегда считать что в отношениях виноват кто-то один вот я был такой классный я был такой замечательный я все делал прекрасно для нее а она оказалась такая зараза который меня бросила и вообще горе в горе в аду нет виноваты всегда оба и нужно себе давать отчет что и вы тоже не идеальная или идеальный да то есть как бы есть какие-то у каждого сложности просто сложности происходит тогда когда не то чтобы вы перестаете работать над отношениями но в любом случае если ты видишь что твоему мужчине например неприятно что вы там делаете вот эти вот эти вещи ну наверное логично просто перестать это делать а если вы например понимаете что вы это перестать делать не можете тогда просто сойти с дистанции не терять ни свое не его время потому что любовь и отношения это компромисс отчасти и здесь тоже нужно понимать например у меня были ситуации когда меня обвиняли в том что я там сильно эмоциональная я могу очень грубо разнести человека да то есть но как бы возможно так и было возможно действительно как-то я это позволяла резко себе там говорить но все равно если я действительно об этом живо говорю если действительно я за это переживаю это хорошо хуже когда ты уже не хочешь ничего никому говорить хуже когда ты уже принимаешь его образом таким какой он есть но при этом у тебя ничего внутри не его как то у тебя внутри ничего не происходит или а я знаю что многие мужчинам не нравится эта фраза что ой но всегда если уносит мозг значит любит да нет просто если если женщина пытается эмоционально что-то рассказать и при этом она там либо плачет либо что это происходит это жене я того что она актриса там какого-то театра это от того что значит у нее что-то внутри болит и это нужно сесть и И проговорить, и успокоить свою женщину. Точно так же в другом порядке. Если мужчина как-то там куксится, у него какое-то там состояние нервозное, женщина на то и женщина, чтобы как-то его успокоить, приголубить и, скажем так, поддержать. Поэтому вы ни в коем случае не переживайте по поводу того, что сейчас там не очень большое количество мужчин там за вами ухаживают. Вы должны это время посвятить себе. Это однозначно. Там, я не знаю, сходить на спорт, почитать книги, там, не знаю, возможно, там даже одной куда-нибудь уехать, попутешествовать. Я так никогда не делала, но мне кажется, что это очень здорово, когда ты сам с собой, и ты можешь по-настоящему почувствовать, чего ты хочешь. Вот, например, у меня когда была пандемия, и когда я сидела там три месяца дома, мы все сидели, это была для меня колоссальная такая тренировка того, я наконец-то смогла понять, что я хочу образно, даже в банальном примере еды. Ну, то есть как бы все время там одно и то же, одно и то же, одно и то же. И тут я помню, что как-то уже, мне уже стало в какой-то степени скучно или еще чего-то, и я подумала, блин, чего я хочу. И я смогла, ну, как бы по-настоящему понять, что я хочу съесть образно, или что я хочу почитать. При этом у меня не играла музыка, я была в тишине, и это очень полезно. И я даже когда сейчас читаю какие-то там статьи про взаимоотношения там, да, людей, в основном все как бы счастливые истории, они как раз происходят не когда из отношений одних переходят в новые отношения, а когда люди расходятся, прорабатывают свои какие-то внутренние ресурсы, внутренние ошибки, и уже чистыми, здоровыми входят новые отношения. Потому что, опять же, сто процентов, когда заканчиваются некие отношения, у каждого из нас, и у мужчины, и у женщины есть какие-то, скажем так, ну, не то чтобы травмы, но понятно, что это больно, это неприятно. Даже если там кто-то кого-то разлюбил, или это просто как-то очень громко произошло, все равно это осадок, это неприятно. И дабы вот эти вот отношения, не сложившиеся, и вот эти проблемы, которые были в этих отношениях предыдущих, не принести в новые отношения, лучше сделать паузу, лучше подождать. Потому что, не знаю, просто я знаю, что есть мужчины, которые не хотят реанимировать своих женщин после неудавшихся отношений предыдущих. А есть, например, которые наоборот говорят, я тебе помогу, я тебе спасу, я тебе своей любовью исцелю, и как бы ты не будешь больше бояться, что тебя изменят, или там тебя не будут любить, или ты будешь одна, или еще что-то. Ну, в общем, наверное, я как-то стараюсь это все говорить сумбурно, но суть-то остается одинаковой. Вот это да. Спасибо, что сказали за статью. Во мне тоже есть грешок. Да? Ну, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, ну, правда. Ну, наверное, а представляете, просто я все время, знаете, о чем думаю? Я тоже, кстати, про это в статье сказала. Говорю, представляете, например, вы говорите там, например, вашей сотруднице, которая только устроилась на работу, новичок, да, там девочка, и, значит, она симпатичная такая, хорошая девчонка, и через какой-то период времени уже там вы пообщались, уже там кофе пьете, обедаете вместе, и вы ей задаете вопросы, что ты никак не, что ты замуж не выходишь там, типа, что у тебя нет детей? А представляете, у нее, например, стоит образно там какой-то диагноз, что она не может иметь детей, например, или там она в процессе лечения, или, например, там она только рассталась с мужчиной, или, например, там она была замужем три раза, и три раза было это ужасно. То есть всегда перед тем, как задавать такие вопросы, надо себя поставить, ну, как грубо говоря, я могу дать отпор, и, например, я могу сказать, слушай, ты не офигел? Давай, короче, до свидания. То есть это не твоя территория, иди домой. А есть девушки, которые более тонкой душевной организации, которые могут заплакать, которые могут, там, не знаю, расстроиться, которые могут за счет этих вопросов заработать себе еще больше проблем внутренних. Они у нее уже есть, и вы ее еще этим добиваете. Это очень некрасиво, это очень неправильно. Не нужно быть рядом с мужчиной, который позволяет себя оскорблять. Да, возможно, конечно, да, вы правы, но поймите, просто когда это чувство, и когда люди, да, вместе, и это действительно искреннее чувство, мы все живые люди, у нас у всех может, там, немножко тормоза не сработать, потому что у кого-то рабочий день сложный был, у кого-то там кто-то попал под дождь, кто-то встал не с той ноги. Это нормально, когда люди ругаются, это нормально, я вообще не понимаю тех пар, которые мы никогда не ругаемся. Я вообще, это все какая-то история нечестная, неправдивая, так не бывает. Люди могут ругаться в быту, люди могут ругаться, когда, например, там, ты должен был подъехать в такое-то время, не подъехал. Конечно, это все не стоит того, это бред, из-за таких вещей там не расходится, но мы все живые люди, и вот у меня тоже, вот я общаюсь со своей там подругой в Киеве, я очень ее люблю, она у меня тонкий психолог, и когда я ей звоню и рассказываю какие-то свои переживания, говорю, блин, наверное, я там что-то не права, наверное, что-то как-то так, и она мне все время говорит, Катя, я тебя только прошу об одном, не надо себя винить, если ты отреагировала так, значит, в этот момент ты хотела так отреагировать, ты в этом состоянии искреннее, ты в этом состоянии настоящая, ты не врешь, не делаешь, ты не меркантильный, ты не пытаешься это сделать для чего-то, у тебя в этот момент произошел, например, там, образно, ты его приревновала, или, например, там, тебе показалось, что он недостаточно тепло тебе ответил, или что-то еще, но это все равно все про любовь, если мы говорим про искренние чувства, поэтому я считаю, что мы такие, какие мы есть, особенно мне неприятно, когда, например, знаете, у меня так было, когда мне человек говорил там, типа, ты не поменялась, ты какой была, такой и осталась, в смысле? И я вот в этот момент пытаюсь понять, а что, меня не разыскивает Интерпол, я убила человека, я там, не знаю, там, тебе изменило, я не приходила ночевать домой, я приходила пьяная, я создавала какую-то конфликтную ситуацию, или что? Что значит, я не поменялась? И меня всегда эти вещи как бы возмущают, потому что ты меня полюбил такой, с моим характером, ты полюбил меня с моим образом жизни, с моей работой, которую я там всегда, возможно, ставлю на первое место, потому что я люблю свою работу, да, пока что приоритеты расставлены так. И почему-то через какой-то период времени человек может сказать такую фразу, что ты вот, ты не поменялась, а почему я должна меняться? Я люблю себя, я люблю тебя, я люблю свою работу, я люблю своих друзей, я люблю своих котов, я, не знаю, я люблю путешествовать, я не создаю никому никаких конфликтных ситуаций, у меня нет врагов, ну, как бы, не знаю, это как-то очень для меня странно, не знаю, может быть, я не права, поправьте меня. Блин, смотрю еще... Как, что-то... А, да, прямо... Пускают... Сейчас, сейчас, извините, сейчас что-то я тут нажала, не то... Так... Паша Бенюк, вы знаете его, Пашу Бенюка знаю, конечно, расскажите про свой брак. Ой, а что рассказывать? Брак как брак, это, я же говорю, это было очень искреннее, взаимное чувство. Мы были вместе 8 лет, это достаточно большой срок, причем из этих 8 лет, 3 года мы были на расстоянии. Если бы мне кто-то сказал бы, там, раньше, что я буду с мужчиной строить отношения на расстоянии, я бы просто покрутила виска и сказала, а, нет, это не для меня, это правда тяжело. Поэтому каждый раз, когда у меня у знакомых там возникают какие-то отношения на расстоянии, говорю, только нет, а потому что вы превратитесь в истеричку. Это очень тяжело, я не знаю. А учитывая, например, когда у нас там с Женей были отношения, тогда не было WhatsApp, тогда не было Viber, там был только ICQ, и мама периодически разрезала этот провод, потому что всегда телефонная линия занята, то есть только-только начинал появляться Skype, и вот это вот ужасное состояние, когда ты хочешь с человеком поговорить, ну, в смысле увидеть, ему поделиться, а вот у меня был экзамен сегодня, вот я ему там звонила, а у меня сегодня была там съемка, там туда-сюда, а потом он не может говорить, ты не можешь говорить, и это можно потерпеть какой-то период времени, но потом тебя просто срывает крышу, это тяжело, поэтому, конечно, когда он предложил мне приехать в Москву, я любезно согласилась, предлагала много раз, потом я подумала, ну, там, три раза предложил, четвертого предложения, возможно, не будет, надо соглашаться, наверное, вот, я ни о чем не жалею, правда, и даже на самом деле, вот часто пишут, ну, 8 лет, может быть, надо было как-то его сократить, мне всегда очень обидно и очень грустно, когда женщина, находясь в отношениях, теряет себя, это что значит, она становится домоседкой, она перестает образно работать, она перестает заниматься собой, она становится какой-то менее привлекательной, не знаю, она становится полненькой, и вот, например, если бы в моем случае я себя похоронила, грубо говоря, тогда, наверное, мне было бы, во-первых, сложнее выходить из этих отношений, и тогда бы я себе корила, что, блин, Катя, ты просрала, простите за бедность речь, столько времени, а так я понимаю, что у меня все было хорошо, потому что за весь период наших отношений я не деградировала как человек, как актриса, я работала в кино, у меня появлялось много разных проектов, я ознакомилась с интересными, классными людьми, у меня были экспедиции, я снималась в Грузии, я снималась, не знаю, в Праге, у меня были съемки в Риме, то есть это было хорошее, хорошее, действительно, прекрасное время, вот, и он работал, и я работала, просто, наверное, я так скажу, все нужно делать вовремя, мы немножечко, ну, наверное, как-то перетянули этот момент, надо было сразу, наверное, там, жениться, там, делать детей, и еще что-то, но как-то я тогда к этому была не готова, потому что, ну, представьте, я девчонка из Киева, которая приехала в большой мегаполис, мне так хотелось здесь сниматься в кино, мне хотелось здесь добиться каких-то, естественно, успехов, и, ну, в 23 года мне казалось, там, там, создавать семью, это крайне рано, и у Жени был какой-то творческий полет, у него там, значит, тоже были какие-то свои проекты, в общем, все случилось так, как случилось, самое главное, что при всем том, что там, да, история была не совсем, как бы, между нами красивая, да, я вообще не имею никаких претензий к этому человеку, я всегда окажу ему помощь, поддержку, я всегда радуюсь его успехам, и если от меня что-то нужно будет, я всегда помогу, потому что я, в принципе, человек, который не могу жить в конфликте, вот я, например, если в конфликте с какой-то своей подругой, я схожу с ума, просто, потому что я не понимаю, какого черта, но, к сожалению, есть такой момент, я очень долго терплю, 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 а потом у меня наступает период разочарования, и я уже как бы все, извините, ну, это рак, я рак по гороскопу, я очень терпеливая, да, пора до времени, вот, поэтому, по поводу брака, я рада, что он был в моей жизни, я рада, что я, опять же, не загубила себя, и что у меня, в принципе, в момент, когда я решила уйти, у меня не было того, что у меня там не было денег, или там я должна была где-то скитаться, нет, я очень достойно развернулась и ушла, и как бы построила там свою жизнь, как я захотела, поэтому, как говорится, спасибо за любовь. Так, вы, так, не дождусь, я с вас тунцом, а как вам работало с Иваном Житковым? Тоже прекрасно, вы балерина или играть, сейчас, извините, что-то так много сообщений, я сейчас это немножко растерялась, потому что я тут свою несу, добрый день, как вы красивы, прекрасная актриса, спасибо, Гера на заднем плане, под мышкой намывается, да, вот он тут лежит, так, ты знакома с Кристина Асмус? Нет, привет из Украины, привет из Северодвинска, здравствуйте, Гера, ну, Гера, конечно, Гера, вот он, ладно, хорошо, покажу я вам Геру, вот он, ну, вот, человечек отдыхает, ну, что, что я могу сделать, человечек отдыхает, и Яшка вот отдыхает, Яшка тоже, Яша, поздоровайся, пожалуйста, можешь поздороваться, я очень прошу, поздороваться можешь, поздороваться, Яшка, Яшка-какашка, ты Яшка-какашка, ой, ты моя булочка, колбаска, шоколадная, моя булочка, ты моя булочка, хорошо все все хорошо яша счастлив яша доволен у яши был лишай мы этот лишай побороли все хорошо гера тоже все хорошо поэтому все нормально мою бусинку моим бусинку спи отдыхай красавчик все ну все показала вот так что все в порядке так так продолжаем продолжаем верите ли в астрологию ой слушайте да наверное я наверное да но я не могу сказать что я там составляла какие-то карты себе я вот все про это думаю возможно стоит потому что я буквально недавно сидела в компании своей приятельницы она мне рассказал такую вещь на каждый год делает эту вот астрологическую натальную карту и каждый год ей астролог пишет какую страну или город она должна посетить в день своего рождения ну или там после дня рождения и я говорю а почему а что и как она говорит ну потому что она как бы астролог это объясняет тем что когда ты меняешь какие-то места соответственно там образом и там твоему гороскопу и там звездам образно говоря то тогда ты можешь как-то там развиваться у тебя будут открываться какие-то там новые возможности еще чего-то оказывается место город страна очень имеет место быть и вот она говорит что в этом году конечно же все границы закрыты но астрологи сказала полетит коза казань это вот то место которое там тебе нужно посетить и я честно говоря задумалась я подумала блин это круто на самом деле если это работает но она очень ею довольна на четыре года с ней уже как бы в тандеме вот поэтому в принципе в астрологии я верю и мне кажется что но опять же если вас это увлекает если вы в это верите почему нет если нет это тоже ваше право вы любите готовить да да катюша люблю готовить и повторюсь вот это вот история с пастой с тунцом и томатным соусе это была полная импровизация потому что я должна была в этот день ехать например кугрима костюма сериала вампиры средней полосы вот и прям я знала четко что у меня в 6 встречи и до победного и тут мне позвонили часа в четыре пол пятого сказали катюш к сожалению отменяется эта встреча вот такая такая ситуация игры ладно и все я сразу позвонила своим друзьям пока у меня очень по ним всегда скучаю и мы такие люди улиц олдскульные то есть но мы можем конечно и в кафе посидеть но все очень такие домоседы любим дома посидеть у меня на балкончике здесь у меня я быстренько приехала приготовила эту пасту я буду с вами делиться еще каким-нибудь своими кулинарными этими всеми штуками я обещаю я не 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 забыла очень много вы спрашиваете какие-то может быть новые блюда еще чего-то салаты там да единственное что у меня дома нет духовки я вообще не пеку ничего естественно я на на вы но опять же я могу очень какие-то салаты может быть запеканки запеканки я умудраюсь в грильнице запекать ну в общем тоже свои нюансы так вы любите футбол ну конечно я его люблю потому что у меня папа бывший футболист вы знакомы с милошем биковичем нет не знакома не знакомы с ним дальше что у нас тут вопросики здравствуйте вы прелесть извините захотелось с вами сделать комплимент спасибо мне очень приятно чтобы в данный момент пьете чай нет я пью кофе я кофеман очень люблю кофе обычный кофе из кофемашины с безлактозным молоком это то что я могу пить бесконечно стараюсь пить не больше пяти чашек в день сейчас мы не могу бьет у них ну как бы извините блин очень смешно написал парень будет котика блин ну твои две антенны это вот вы про эти ну слушайте я их называю связь космосом ну что делать или я называю их еще молодняк ну растут они что ну и как бы я могу сейчас как бы лаком это все прижечь но я жена и черный черный так катькина я вас обнимаю я вас обнимаю я вас тоже катюша улыбнись а то вас завели такая серьезно да я когда так что вы думаете по поводу что молодые девочки сейчас рожают 16 и рано заводят личную жизнь что я могу сказать конечно же меня ты убил человека нет я не убивала человека это видимо из контекста вырвана была фраза по поводу того что там заводит семьи в 16 17 лет блин я конечно же считаю это неправильным почему потому что ну что ты можешь понимать 16 лет вот мне час 33 и мне на первых 30 казалось что я все понимаю я знаю эту жизнь я знаю как она устроена туда-сюда месяц 33 гола школа белый лист я ничего не понимаю правда не порой там не в отношениях мужчины и женщины порой даже не в отношениях там друзей там ну то есть все и в этом то и прелесть нашей жизни что мы постоянно как-то движемся анализируем что-то происходит поэтому я конечно же считаю что заводить семью в 16 лет хотя раньше эта ситуация была доступна и раньше в 11 рожали там 12 но это честно говоря для меня бред я считаю что эти отношения и этот брак он обречен на развод потому что ну ты вырастаешь у тебя меняются ценности а сейчас мы еще живем в такое время когда люди разводятся из-за того что мне не нравится что ты не моешь посуду перед сном мне мне не нравится что у тебя там вот там не бритая подмышка все развод и я сейчас не утрирую сейчас такие случаи которые меня просто подвергают в шок то есть мои родители живут вместе 36 лет душа в душу всякое было я уверена но я про это не знала меня это никогда не касалось мне никто не садил и не сажал и не говорил катя кого ты выберешь маму или папу не было такого вот но я это все к чему говорю в период когда расписывались мои родители там восемьдесят шестой год тогда было понимание того что есть слово честь совесть достоинство умение взять на себя ответственность и в любви в радости в прямом смысле слова ну то есть как бы сейчас этого к сожалению нету сейчас о чем мы говорим сейчас люди идут венчаться потом они развенчают ну то есть понимаете поэтому о чем мы говорим сейчас там шестнадцатилетние девочки ну себе колет губы уже извините мы себя уже 16 лет скулы там добавляем что-то делаем я в 16 лет играла в куклы в прямом смысле этого слова сейчас не шучу то есть приходили ребята со мной там типа пошли гулять я как бы играла в куклы поэтому я считаю что это ужасно тонны косметики вот это вот какая-то вседозволенность там 16 лет там ты уже там блогер не знаю там уже инстаграм ну как бы учиться надо я считаю но это мое мнение опять же поэтому конкретно на поставленный вами вопрос я считаю что это плохо и эти отношения они обязательно закончится а ребенок ну опять же если у тебя классная мама который будет бабушка для этого ребенка супер а если как бы ты без образования но с лялей ну нет всякое бывает жизни безусловно но надо думать и надо на два шага вперед какие-то вещи продумывать а не жить здесь здесь и сейчас моменте катя какая-то живая настоящая спасибо такая это как какая есть какая есть так здравствуйте сегодня международный день девочек увидите видеть что вы моя любимая актриса поздравляю вас девочки поздравляю вас нашим официальным международным днем а я думала что вы такая красивая а вы киевлянка оказывается так а чё киевлянки же красивые да насколько я знаю сейчас опять что-то нажала так а я думаю что это спасибо большое за ответ обожаю вас и вашу искренность да спасибо вам вот привет из питера вы очень классно настоящие спасибо вам питер боже как я люблю питер мне тоже все пишут катя что ты нашла такого особенного в питере ребята вы просто ничего не понимаете питер это любовь абсолютно ваш день сегодня шикарный фильм анка смолдаванки спасибо ты шикарный у нас спасибо ва чечня чеччама щадрости вот я знаю про кого пил шнуров все под сомнением относительно ты охуете читаю что написали я тоже рак да это бесплатно общаешься с лозой сейчас пока вот мы не общаемся с женечкой посоветую интересную книгу ребята сделаю про это пост обязательно и расскажу про поводу своих предпочтений в книжках по поводу галочки ребята вот честно я сейчас может быть заплываются быки но я правда не понимаю смысл этой галочки особенно когда я понимаю что мне за эту галочку и что нужно платить деньги я тут недавно услышала что галочка ребята знаете сколько стоит 200 тысяч рублей извините идите в задницу я не буду покупать себе галочку за 200 тысяч рублей плюс я без нее прекрасно себе живу мне кажется что меня меньше от этого не любят и меньше там уважение к себе я за счет этой галочки не получаю поэтому у ребят я не вижу смысла в этой галочке если же как бы моей моем восприятии это как у тебя набирается какое-то определенное количество подписчиков да ты как бы все у тебя там какая-то движуха идет в моем понимании мне должны написать сказать екатерина вы уже достигли какого-то там типа уровня в instagram мы хотели бы вам подарить галочку вот такая история мне нравится а покупать ее я не собираюсь я лучше пойду себе куплю вкусную еду и что-нибудь еще яшка ромашка яшка какашка вот он приветики ты замужем нет я не замужем дальше какая у вас любимая сладость сладость я сейчас я очень люблю пирожное картошка это вот прям одно из моих самых любимых вообще десертов а так я очень люблю еще медовик чем молоко много чего люблю но я не могу сказать что я прям сильный фанат прям вот прям бешеный фанат сладкого я больше люблю там какие-то салатики пасты пиццы было бы давно была в киве ребята да я в киве последний раз была феврале представляете я как сейчас помню 11 февраля я садилась в поезд и уезжала в москву то есть не дай боже вот уже скоро практически год будет как меня было в киеве и за это очень переживаю но надеюсь что декабре когда у меня плюс-минус закончится съемки двух проектов сериала крюк и вампиры средней полосы я все-таки вырос к родителям потому что уже невозможно сколько тебе лет мне 33 года а что происходит очень долго доходят сообщения наверное да ребят потому что они как-то вырваны немного из контекста не планируете подстричься слушайте ну вообще тут у меня просили подстричься коротко один человек говорит подстригись я хочу чтобы тебя было вот прям каре-каре короткое не знаю мне просто кажется что я подстригусь какое-то время похожу и естественно мне захочется снова длинные волосы поэтому я пока что жду но опять же я не могу позволить себе стрижку из-за того что у меня съемки и я уже заявлено с длинными волосами вот поэтому каждый раз когда у меня появляется новый проект и я грусту что давайте может быть покрасимся в какой-то другой цвет или давайте подстрижем все-таки кать у вас такие роскошные волосы давайте их оставим давайте будем делать легкую накрутку и волну и так далее поэтому так астролог это и люди такие как и мы все и где гарантия что они говорят правду если человек верующий то сказано что кто занимается гаданием магия мерзкие для бога как-то так как вас зовут панна панночка ну опять же я с отчасти принимаю ваш как бы вариант но просто каждый верит в то что хочет верить кто-то верит бога кто-то верит во вселенную кто-то верит я не знаю там другие какие-то там идолы я не знаю себя не придумывают это все очень индивидуально я считаю что человек как раз и свободен в этом ключе если человек хочет он ест мясо не хочет не ест мясо если человек хочет там любить женщин он любит женщин если человек хочет любить мужчин любит мужчин я считаю что в принципе не стоит быть очень радикальными во всей этой истории. Все равно все должно произойти. Вот, например, тоже прекрасное сравнение, когда яблони, да, и там цветет яблони. И когда вы пытаетесь это яблоко сорвать, когда оно не спелое, ну, как бы это плохо, потому что яблоко не спелое простым языком. Но оно же все равно упадет на землю. Все равно это случится. И когда, например, я понимаю там в своих отношениях или я понимаю, что какие-то отношения там у моих подружек, я все время считаю, что если ты хочешь быть с этим человеком или если у тебя есть резерв дальше продолжать эти отношения с этим человеком, не нужно никого слушать. Маму, папу, подружку, дружку, не знаю, кого угодно, Яшу, Геру, не надо никого слушать. Если ты чувствуешь, что ты готова дальше за это бороться, ты хочешь еще побыть с этим человеком, значит, дай этому случиться, и яблони все равно упадет. Вот. Просто вот эти фразы эти, что время идет, часики тикают. Где написано? Ну, как бы где, где? Я просто каждый раз, когда мне пытаются там меня там в чем-то осуждать или там как-то мне говорить, что ты должна, я говорю, ребята, я никому ничего не должна, как и мне никто не должен. Точно так же в отношениях. Но если мне было так судьбой прописано, прожить, например, там со своим бывшим супругом 8 лет, значит, так должно было быть. Если, например, в следующих моих отношениях мне нужно будет побыть с человеком полгода, не больше, значит, так, так тому и быть. И надо все делать через призму себя, потому что когда ты, например, не слушаешь себя, а слушаешь кого-то, потом возникает самая хреновая вещь, потому что проходит время, и ты, например, образно там одна сидишь, страдаешь, тебе плохо, и ты говоришь маме там или сестре, там, не знаю, подруге говоришь, блин, вот ты меня отговорила, а вот если бы я тогда взяла бы и поехала бы к нему, или позвонила бы ему, или написала бы ему, возможно, сейчас мы с ним были бы счастливы, у нас было бы уже 6 детей, собака дом у океана, и все было бы прекрасно. Поэтому все нужно делать, я считаю, мое мнение, на своих ошибках. Можно почитать книжечки Данилы Стил, я не знаю, какие-нибудь там тоже Франсуазу Саган, и типа попытаться повторить, как это в книжках, но это книжки, и это вымышленные персонажи, пускай даже это может быть основано на реальных событиях, но это не вы. Вот вам, например, хочется так-то, 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 выберите это и делайте, и не заставляйте себя прислушиваться к окружающим. Многие окружающие, кстати, обижаются на эту тему, что вот мне там может иногда мама сказать, что ты мне спрашиваешь моего совета, если ты поступаешь, как ты считаешь нужным. И я понимаю ее как маму, которая какие-то вещи видит наперед, она понимает, что по принципу, ты туда, я уже обратно, за счет опыта, за счет возраста, за счет жизненного какого-то пути, но я ей всегда говорю, мам, я хочу пройти этот путь сама, я хочу удариться головой об стену, расхерачить себе лоб до крови, потом будем вместе его обрабатывать там хлоргексидином перекисью, но дай мне возможность эту совершить ошибку, потому что если я так не поступлю, я буду потом себя ругать. Точно так же, как, например, там, у меня часто там спрашивают девочки там, ой, а стоит ли вот актрисы молодые, а стоит ли там попробовать поехать в Москве там, свои силы и так далее. Я считаю, что все нужно пробовать, если это, конечно, не граничит с какими-то там, да, страшными вещами там, ну, наказуемыми там или еще что-то, хочется делать. Это и делает нас шире, это и делает нас свободными, это и делает нас более наполненными, потому что все переживания, все сложности в жизни, они же все равно так или иначе нас закаляют, они же все равно так или иначе помогают нам посмотреть на нас вообще с другого ракурса. Вот тоже такое откровение, камин-аутик. Я, например, до знакомства со своим там супругом бывшим, я была уверена, что я очень такая скромная, что я не инициативная, что я как-то такая незабитая, чтобы вы просто меня правильно поняли, ни в коем случае я была очень активная, я была живая, но я очень как-то где-то стеснялась, и я недооценивала себя, потому что когда у меня произошел раскол наших отношений, когда мы развелись, ребята, я и подумать не могла, какими сверхспособностями я обладаю, я и подумать не могла, насколько я сильная, цельная, независимая, самодостаточная. Вот эти все вещи, вышесказанные, я смогла почувствовать, к сожалению, так получилось, развелись, неважно, но я не знаю, смогла бы ли я эти вещи почувствовать, находясь в браке, или находясь образно на съемочной площадке, или где-то на отдыхе с подругой. Все равно вот эти вот жизненные перипетии, они тебя выводят на next level, на некий новый уровень, и ты понимаешь, блин, круто, а я не знала, оказывается, что я могу вот так, вот так. Мне всегда казалось, что я вот, когда вот он будет себя так вести, или когда он будет ко мне подходить и говорить такую-то фразу, я буду реагировать так, а потом раз, а вы реагируете по-другому. И это так здорово, потому что это, по сути, и наблюдение за собой, ты как бы можешь оценить ситуацию. Ну и, конечно же, очень здорово, когда твое окружение, например, там твои подруги, или там друзья могут сказать, ты знаешь, а ты изменилась. И круто, когда ты можешь измениться в лучшую сторону. Ну, друзья наверняка не будут вам врать, они скажут, Катюк, ты немножко вот сейчас там пошла по наклонной, предположим, да, а там, а здесь тебе наоборот могу сказать, ты знаешь, ты очень классная. Если судьба, то человек к тебе вернется, а если нет, придет кто-то новый. Ну, да, есть же эта книга, Сила настоящего, не знаю, читали вы или нет, такая немножко нудотная книга, я, в принципе, люблю литературу касательно там, эзотерики, психологии, но иногда так, блин, заумно это все долго выписывается. Ну, про то, что банальный пример, что где-то у тебя закрывается дверь, но есть окно, есть как бы панорамные стекла, например, там, но образно, что где-то закрывается, а где-то открывается, так и есть. Но, опять же, я считаю, что если у вас в отношениях, например, там, ситуация сложная, там, вы разошлись, но вы чувствуете, что вы недоразошлись, грубо говоря, вы хотите быть с этим человеком, мое мнение, попытайтесь что-то сделать, потому что потом, когда у вас, может, это не получится и во второй, и в третий, и в пятый раз, вы хотя бы себе скажете, я попробовала, у меня стоит галочка, возможно, я там что-то недооценила, как-то там что-то мне не получилось, но я буду знать, что все, больше мои двери закрыты, я больше не хочу, но я попробовала, вот и все. А судьба, то что если вы, действительно у вас это судьба, то, конечно, вы встретитесь там в кафе, не в кафе, в самолете, в иллюминаторе самолета, не знаю, где угодно, в чашке найдетесь, ну, как бы понятно. Хочу увидеть у тебя в программе честный развод. О, да, конечно, зачем ты, мы и так тебя обожаем, Женечка, спасибо. Почему, Тина, ты не отвечаешь, ну, не знаю, не отвечаю всем, а вот там, Катюша, здравствуйте, что для вас является заговором счастливых отношений, именно для вас, для меня? Вот, интересный вопрос. Опять же, мне повезло, у меня есть пример моих родителей, да, то есть, и я всегда, когда на них смотрю, понятно, что у меня безумное умиление, потому как мы, когда встречаемся втроем, и там, например, там на даче, как всегда у нас там есть ритуал, папа вытаскивает телевизор на улицу, ставит, значит, на стол, мама готовит салат, я там что-то, какую-нибудь там, сырную тарелку там нарезаю, что-то мы делаем, мы очень любим там, по осени, там по весне, летом обязательно там сидеть на улице вечером, и вот мы сидим, разговариваем о моде, о погоде, как правило, они часто спрашивают про мою жизнь в Москве, все ли нравится, про работу, про то, про то, про то, и потом, когда уже вечер перестает быть томным, как говорится, я в какой-то момент смотрю на них, я понимаю, что мне кажется, что я здесь лишняя, потому что им настолько интересно вдвоем, я смотрю, как папа интересуется мнением мамы, как мама рассказывает там какую-то свою историю, как мама смотрит на папу, который очень мудро рассказывает какую-то позицию под другим, да, и мне хочется уединиться, потому что у меня иногда складывается впечатление, что как будто бы они первый раз на свидании, так вот, я считаю, и я так считаю со стороны, и то, что я общалась с родителями, как я спрашивала, в чем залог правильных, долгих, счастливых отношений, первое, это уважение, второе, это безумное чувство юмора, третье, это партнерство, это дружба, потому что, когда ты со своим мужчиной дружишь, когда ты с ним друг, ну, как бы это здорово, то есть, когда не просто страсть, страсть это тоже здорово, это тоже прекрасно, но она имеет свойство заканчиваться, а когда вы партнеры, союзники, единомышленники, друзья, простыми словами, вы всегда сможете договориться, и вот, например, там, у меня мама же тоже может там ругаться с папой, папа может ругаться с мамой, но у них всегда есть вот это вот четкое понимание того, что, например, там, мама, какая бы ссора ни была, на плите должно быть первое, горячее, второе, пятнадцатое, компот, а папа понимает, что если там он образно что-то как-то сделал неправильно, букет цветов, там, как бы туда-сюда, вот, поэтому я считаю, что вот залог правильных отношений, это юмор, уважение и дружба, вот, потому что это вот тандем, который может по жизни идти вместе, я, конечно, не знаю, как будет, я желаю своим родителям еще долгих-долгих совместных лет жизни вместе, 37, 36 лет, я считаю, что это большой достаточно срок, и я уверена, что всякое разное было между ними, но они смогли сохранить вышесказанные вещи, и это их держит на плаву, и они интересны друг другу, и это круто, не хотели бы поучаствовать в ледниковом периоде, хотела бы, если бы предложили, я с удовольствием бы рассмотрела этот вариант, ты секси, I'm sexy, I know it, да, спасибо, не вздумайте стричься, они шикарные волосы, спасибо, я тоже так думаю, меня очень часто сравнивают, естественно, с Bridget Bordeaux, у меня тоже были вот такие красивые волосы, поэтому я считаю, что волосы, это женское, тоже очень магическое средство, Катя, ваши волосы шикарные, спасибо, дальше, Катя, пожалуйста, сохраните эфир, сохраню эфир обязательно, так, hello, вы любите белый шоколад, не люблю, очень сладкий он для меня, белый шоколад не люблю, папа мой любит, я нет, сохраню эфир, сохраню, просто супер, ходили когда-нибудь гадалкам, ну, конечно же, у меня был опыт, за 33 года я ходила, но как-то у меня это все не очень сильно сбылось, и я как-то решила, что, наверное, нет, вот, поэтому не знаю, у вас двойное гражданство, нет, не двойное, что для вас есть любовь, ой, тема, конечно, ну, сложно, ребят, сложно очень сказать, что такое есть любовь, но однозначно я могу сказать, что любовь это не боль, это не разочарование, любовь это не жертва, как многие любят говорить, что вот, любовь это, это сложно, нет, любовь это полет, любовь это, желание возвращаться домой, Любовь — это желание готовить этому человеку. Любовь — это, например, находиться в каком-то красивом месте и переживать, что этот человек сейчас не рядом с тобой, не разделяет с тобой эту красоту, красивого заката. Не знаю, любовь — это уважение, любовь — это смирение, любовь — это умение взять на себя ответственность, любовь — это когда ты можешь закрывать глаза на какие-то недостатки своей второй половины, я считаю. Я считаю, что любовь — это... Что ещё? Любовь — это когда ты хочешь, чтобы у твоего ребёнка были его глаза. Вот это вот любовь. Как-то я эту историю для себя не придумала, у меня так было в детстве. Я... Ну, в детстве, в позднем детстве, лет так 16-17, когда я уже, скажем так, начала понимать, что, наверное, я не влюблюсь, и уже такого ничего не будет. И я как-то... Или где-то я вычитала, или я сама придумала. Я сказала себе, что любовь — это когда я его увижу, и мне захочется, чтобы у моего ребёнка, у дочки или у сына были его глаза. Вот. У меня такое было. Значит, у меня была любовь. Вот. Скажите мне, пожалуйста, что-нибудь. Меня зовут Роза, я из Чечни, для меня очень важно. Розочка, здравствуйте, передаю вам привет и воздушный поцелуй. Желаю хорошего вам дня. Тема. Если судьба, то человек к тебе вернётся, а если не вернётся... Это вы мне уже сказали. Понятно. Где ваше место силы? Город. Моё место силы — это мой дом. И вот моя кроватка. Вот это моё место силы. И мои коты. Место силы. Катюша, умничка, обожаем. Спасибо. Дима Сова. Дима Сова. Обожаю. Просто обожаю. Обожаю. Димка Сова. Я не знаю, чего вы спросили про него, но если он на меня смотрит, я ему передаю большой привет. Это потрясающей души, потрясающей открытости, тонкости, душевности человек. Вот помимо того, что все там смотрят его киноработы, я его знаю чуть-чуть ближе. И я могу сказать, что он родился не в то время, потому что наше время, как ни крути сейчас, оно очень сложное, где деформировалось чувство ответственности, где деформировалось чувство порядочности, каких-то тонкостей в плане профессии, тонкостей в плане взаимоотношений людей, не важно, друзей или любимых друг другу людей. То вот как раз Дима Сова — это человек, которого я могу характеризовать многими словами. Это честь, это достоинство, это преданность, это умение любить, умение слышать и умение, конечно, брать на себя ответственность. Поэтому вот Димка Сова, я очень радуюсь его успехам. Он потрясающий человек, потрясающий парень. Поэтому если вот вы о нём, то вот я всё сказала. А ещё моя бабушка его очень сильно любит. Дима Сова говорит, Дима Сова. Сейчас по телевизору смотрю его сериалы. Сколько после брака была одна, когда начались новые отношения? Три года. Три года я была одна. Ну даже нет, ну ладно, пускай два с половиной года я была одна. И мне было, ребята, очень комфортно. Правда. У меня не было... У меня даже, знаете, какая была штука? За мной пытались ухаживать там некие молодые люди. Я помню, что под прицелом просто пистолета мне подружка говорит, ну сходи, ты чё, ну покушаешь вкусно. Ну там не знаю, ну там чё-то там, там это-то... Я говорю, да блин, не хочу идти. Но опять же не потому, что я там плохая, а потому что я понимаю, ну смысл мне идти, если он хочет со мной отношения, а я ему этих отношений дать не могу. Я их не хочу в принципе. Потому что после развода я сняла себе шикарную квартиру, благо у меня бы позволяла возможность. Я обустроила там ремонт, я там что-то как-то там сделала, сям сделала. Просто я расскажу вам такую подробность. До развода с моим бывшим мужем я ни разу не ездила отдыхать на море или куда-либо со своими подружками. Мне запрещала это мама, и Евгений тоже не очень сильно эту ситуацию одобрял. Поэтому можете себе представить, какая свобода вообще полета у меня произошла? Как только у меня все это произошло, я сразу полетела с подружкой в Тель-Авив, дальше полетели мы в Германию, потом мы полетели в Таиланд, потом туда-сюда. То есть у меня была очень насыщенная жизнь, у меня было очень много работы, слава богу, что так было. Я была настолько... Ну как бы я не то, чтобы была зациклена на себе, но меня все устраивало. Я помню, что я сижу на свидании, мне парень говорит, Кать, ну так нельзя, ну что, это же за тебя, ну одно дело, там полгода, там ты можешь побыть одна, там, ну ладно, год, но больше это же странно. Я говорю, послушай, это произойдет на щелчок, вот так. И я помню, как это произошло. Я помню, что я в одно утро проснулась, и у меня появилась острая необходимость кому-то приготовить завтрак. Не только себе, а кому-то. И, в принципе, через какой-то небольшой период времени мы познакомились с Максимом, вот, и закрутилась, завертелась вся эта история. Поэтому я где-то была одна, два с половиной года. И, вот очень важный момент, ребята, многие, ну не то, что пренебрегают, многим кажется, что это неважно. Когда мы с Женей разошлись, мы еще были какой-то период времени в браке, потому что из-за его плотной занятости и из-за моей плотной занятости у нас не совпадали дни, чтобы прийти в ЗАГС и как бы все это сделать. Поэтому наш, к сожалению, развод растянулся на три года. И вот это очень важно. Когда ты даже юридически находишься в браке, это препятствует новым знакомствам, это препятствует новым отношениям, это препятствует каким-то, ну не знаю, внутренне, все равно внутренне тебя это немножко давит, психологически, там, не знаю, физически, как угодно. И действительно, как только мы пришли в ЗАГС и образно... Ну, у мужчин, конечно же, это по-другому. Мужчина всегда может найти там женщину, там, туда-сюда. Мужчина, в принципе, не может быть один. Я сейчас говорю про женщин, да. И я помню, что, когда мы развелись, уже официальный штамб был в паспорте, у меня как будто бы открылась какая-то чакра во мне. И кто-то сейчас скажет, бред сивой кобылы, пускай. Но для меня это было важно. И я поняла, что действительно, как только я разошлась, как только я официально развелась, в мою жизнь сразу вошел другой человек. Поэтому если вы сейчас в такой ситуации, что вы еще пока в силу, там, обстоятельств, там, может быть, из-за имущества, может быть, из-за детей, там же ситуации разные бывают, почему люди в браках никакой-то период времени не расходятся. Имейте в виду, что когда произойдет это юридически и поставят штамп, и вы получите эту бумагу о расторжении брака, вы правда увидите, как вы внутренне себя ощущаете. И через какое-то время поймете, что ваша жизнь сразу станет, ну, она станет наполняться не мужиками, а просто какими-то новыми встречами, знакомствами, не знаю, и так далее и тому подобное. Анюта, привет, привет. Так. Как забыть предательство и не бояться начать новые отношения? Ну, во-первых, нужно понимать, что не все плохие, да, ну, то есть, как бы, надо понимать, что там, то, что с вами произошло, это не конец света, не считать себя супер какой-то особенной, не заниматься вот этим жалостливым, что, ой, мне себя жалко, я такая несчастная. Случилось и случилось. Со всеми это может произойти. И не нужно всех сажать или там под одну гребенку воспринимать. Есть мужчины, которые ведут себя, как там, образно, плохо там, да, а есть мужчины, которые будут вас любить, которые будут вас обожать, с которыми вы почувствуете то, что вы ранее ни с кем не чувствовали. Не нужно бояться быть одной. Это, ну, как бы, действительно, у меня такая боязнь, ну, мне кажется, была, ну, она такая была не очень прям, такая серьезная проблема, но в какой-то момент, конечно, когда ты живешь с мужчиной, когда ты привыкшь там, что ты просыпаешься с ним каждое утро, у тебя там завтраки, там, то-то, 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 и когда ты этого лишаешься, тебе не хочется быть одной. И, как бы, друзья, прошу прощения, я с вами так заболталась, что я совсем забыла, что мне же сегодня на смену, и за мной уже приехала машина. Давайте, знаете, как сделаем? Я продолжу буквально через 10 минут я вернусь к вам в эфир, вот, потому что хочется, конечно, договорить, дообщаться, я не успела договорить какие-то важные мысли, просто только что прервали звонок, мне позвонила Танюша, ассистент по актерам, сказала, что, Катюша, давай-ка мы это, тебя водитель уже ждет, поэтому давайте я к вам вернусь через 10 минут, и мы с вами еще немножечко продолжим, и я даже вас попытаюсь провести на площадку сериала «Крюк», я так никогда не делала, но почему нет, я думаю, вам это будет интересно, поэтому я с вами не прощаюсь, через 10 минут я обязательно к вам вернусь. Не уходите!